Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24 в студии работают Хасан Исраилов и Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. 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 А все потому, что в фонде социального медицинского страхования недостаточно денег. Как выяснилось, взносы казахстанцев направили на борьбу с пандемией. Зарплаты медикам тоже повышали за счет средств ОСМС. Это около 2 триллионов тенге. И сейчас, чтобы пополнить бюджет фонда, в профильном ведомстве намерены вовлечь оставшееся население в систему медстрахования. Не охваченных ею около 3 миллионов человек. Этим людям могут отказать в получении некоторых госуслуг. Это предложение, чтобы охватить полностью население медицинской полноценной помощью. Также, чтобы, скажем, был какой-то контроль. На сегодняшний день 3,5 миллиона человек вне системы находятся, никем не контролируются. Есть люди, среди них достаточно обеспеченные, имеющие работу, свой определенный доход, скажем, жилье, машину. Но при этом видим, что очистение в систему не делается. Инициативу министра Мажлисмены не поддержали. По словам депутата Схатэма Гамбетова, нельзя всю нагрузку перекладывать только на пациентов. Мы сами приняли закон, там написано, бюджет должен за определенные категории, это за беременность, за пенсионеров, за студентов, маленьких детей и так далее, должен оплачивать взносы с бюджета. 15 категорий. Так вот, в законе написано, что они должны оплативать эти взносы в соответствии со средней заработной платой. Но бюджет принимается и Минфин выделяет в соответствии с медианой заработной платой. Из-за этого, например, в следующем году фонд, а значит мы все с вами, потеряем порядка 275 миллиардов тенге. Это наше с вами здоровье, это наше с вами лекарство, это наши с вами анализы. Еще одна проблема – отсутствие прозрачности. Средства хоть и выделяют поликлиникам, но как их распределяют? Уже в медучреждениях невозможно проконтролировать, признали в фонде медстрахования. Исправив ситуацию, надеются, оцифровав все процессы. Цифровизация, интеграция всех информационных систем, чтобы исключить максимально человеческий фактор. Самое главное – единая платформа была, которым врач работал, облегчить условия для врача. После этого уже было автоматическое распределение всего объема средств, чтобы врач не выбирал гарантированный объем медицинских услуг. Или же через ОСМС данного пациента услуга классифицируется. Поэтому вот эти все условия, которые присутствуют системные, мы над ними сейчас работаем. Профильные ведомства уже приступили к разработке IT-платформы Един Саулах. Кроме того, будет продолжена работа по расширению охвата числа застрахованных граждан. Первая мера – позволит отслеживать финансовые потоки с бюджета. Вторая – увеличить приток денег в систему, надеются в Минздраве. Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану. Поручения главы государства обсудили на заседании правительственной комиссии. В страну, где произошло мощное землетрясение, отправят продовольствие, палатки, медикаменты, одежду и другие вещи первой необходимости. Также в страну отправятся спасатели и кинологи, которые помогут с поиском людей. Напомню, в результате землетрясения провинции Герат на западе Афганистана погибли больше 2000 человек. И это не окончательные цифры. Спасатели продолжают разбирать завалы. Разрушено больше 1300 домов. Десятки тысяч детей нуждаются в срочной помощи гуманитарных организаций. На сегодня известно, что без крова в Афганистане остались более 9000 семей. Отмечу, что с острой нехваткой медикаментов, питьевой воды и продовольствия регион столкнулся еще до землетрясения. Сейчас ситуация только ухудшилась. Продолжение следует... В Пель-Авив репатриационные рейсы. Сейчас посольство совместно с авиакомпанией Эйрастана формирует список граждан, которые хотят вернуться на родину. Таких уже 118 человек. Все наши граждане в Израиле проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам в предоставлении необходимой информации и соблюдаются требования и меры безопасности местных властей. На сегодняшний момент информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана в Израиле к нам не поступало. После обострения конфликта между Хамасом и Израилем многие авиаперевозчики отменяют рейсы в Тель-Авив. В настоящий момент обстрелы продолжаются. В секторе Газа убиты не менее 560 человек, раненых почти 3000. В Израиле погибли около 800 жителей, а количество раненых приблизилось к 2500. Главный дипломат ЕС созвал экстренное совещание министров иностранных дел, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости холерой. С начала года зафиксировали полмиллиона случаев. 4500 человек скончались. Это больше, чем в прошлом году. Тогда вспышки зарегистрировали в 29 странах. Больше всего в африканских заболели 472 тысячи человек. Риск дальнейшего распространения холеры на глобальном уровне ВОЗ оценили как очень высокий. Усугубляет ситуацию нехватка вакцин и других ресурсов. Восемь раз вырос торговый оборот между Акмолинской областью и Чешской республикой. Аслан Абуталипов расскажет о действующих и будущих совместных проектах бизнесменов двух стран. Принять участие в бизнес-форуме прибыли представители 40 чешских компаний, что говорит о высокой заинтересованности в развитии экономических связей с Акмолинской областью. Чешские бизнесмены намерены сотрудничать в отрасли сельского хозяйства и машиностроения. Они выразили готовность поделиться передовым опытом. В составе нашей делегации представители не только агропромышленного комплекса, но и учебных заведений. Мы видим, что нам можно развивать связи во многих сферах экономики именно с Акмолинской областью. Например, мы могли бы успешно сотрудничать в направлении производства сельскохозяйственного оборудования, животноводства и ветеринарии. Мы надеемся на плодотворное и длительное сотрудничество. Акмолинские предприятия также заинтересованы в расширении партнерства. Это привлечение инвестиций, новые технологии, запуск совместных проектов. Новый толчок к развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест с новой технологией, с добавленной стоимостью. То есть, те задачи, которые ставил наш президент Касмиджимар Кемельевич, когда говорил про послание народу Казахстана, то есть глубокая обработка сельхозпродукции до 70%, чтобы у нас была она переработана. Вот в этом направлении будет идти работа, и сегодня есть взаимный интерес. Начало уже есть, только в этом году торговый оборот между Акмолинской областью и Чешской республикой возрос в 8 раз и составил 17 миллионов долларов. Поэтому стороны намерены и дальше развивать экономические связи. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Кокшетал, Хабар 24. Целых три года инвестор из Испании не мог запустить проекты стоимостью в 63 миллиарда тенге в Акмолинской области. Как оказалось, местные власти все это время не выдавали ему земельный участок, необходимый для реализации проекта по производству племенной говядины. В год там планировали поставлять на рынок 7200 тонн мяса. Вместе с этим инвестор не мог получить и разрешительные документы на строительство предприятия. В дело пришлось мешаться надзорному органу. После мероприятий, проведенных прокуратурой региона, инвестор получил земельные участки и все нужные документы. Сейчас бизнесмен совместно с местным предпринимателем успешно запустили проект. Также нам удалось решить проблемные вопросы, связанные еще с тремя инвесторами. Из-за административных барьеров они не могли реализовать свои проекты. В одном случае предприятию необоснованно начислили налоги в размере 25 миллионов тенге. Другой инвестор не смог вовремя запустить свой проект из-за того, что местные власти задержали проведение аукциона. В третьем случае госорганы в течение двух лет своевременно не предоставляли земельный участок для строительства асфальтобетонного завода. Новый энергетический объект запустили в Алматинской области. Подстанция Куйкузек обеспечит электроэнергией индустриальную зону в Карасайском районе. До сегодняшнего дня там наблюдался дефицит мощности. Как сообщили в Самрук Энерго, новая подстанция будет стабильно снабжать электричеством субъекты малого и среднего бизнеса, а также социально-культурные объекты. Алма Аху Разбаева расскажет. Необходимость строительства новой подстанции назрела давно. Ограниченные возможности выдачи дополнительных мощностей сдерживали развитие промышленного потенциала региона. К тому же высокая загруженность имеющихся подстанций часто приводила к авариям электрооборудования. В результате случались перебои в электроснабжении. С имеющимся спросом на инфраструктуру вокруг Алматы, в целом в Алматинской агломерации, спрос очень большой на вот эту подстанцию. То есть там есть и жилые объекты, и как сегодня сказали, две школы есть. Плюс есть табачная фабрика, есть заводы, выпускающие напитки, которые готовятся к расширению. Построили подстанцию Койкузек на средства компании АЖК, которая входит в структуру электроэнергетического холдинга Самрук Энерго. Она обеспечит электричеством 346 субъектов малого и среднего бизнеса, а также около полутора тысяч потребителей жилого сектора. Отдельно надо сказать не только о бизнесе, но и о социальной инфраструктуре. На сегодняшний день уже техусловия получили две комфортные школы по полторы тысячи учеников. Также будут другие социальные объекты развиваться. Через год, может быть, уже два, будет снова осуществляться дефицит. Поэтому подстанция именно построена таким образом, что она имеет возможности к расширению. Согласно инвестиционной программе, будут модернизироваться существующие электросети и строятся новые. Это позволит увеличить пропускную способность линий, а главное, обеспечит электроэнергией новых потребителей. Алмаур Сбаева, Радик Джакупов, Хабар, 24, Алматы. Новые механизмы субсидирования тепличных хозяйств внедрили в Туркестанской области. Теперь государство компенсирует 20% расходов на отопление промышленных и фермерских теплиц. Речь идет о тратах на уголь, газ и электроэнергию. В связи с этим ведется сертификация таких хозяйств. По словам специалистов, размер субсидий за гектар фермерских теплиц составляет 4 миллиона 800 тысяч тенге, а промышленных порядка 8 миллионов. Государственная поддержка повысит конкурентоспособность отечественных сельхозпроизводителей и позволит круглый год обеспечивать население свежими овощами. Большинство тепличных хозяйств в стране находятся в Туркестанской области. Их общая площадь составляет более полутора тысяч гектаров. Хочу отметить, что субсидированию подлежат только отапливаемые и функционирующие теплицы, где выращиваются овощи. Республиканская трасса Уральск-Самара с 10 октября станет платной. Протяженность участка 56 километров. Согласно приказу министра транспорта страны, платить будут только водители автобусов и грузовиков. Для легковых машин передвижение бесплатное. Проезд автовладельцам обойдется от 280 до 1400 тенге. Оплата будет взиматься автоматически через контрольную арку. Также предусмотрены годовой и месячный абонементы для информирования людей. Запущена горячая линия 1403. Нацкомпании «Казавтожол» сказали, что все собранные средства направят на содержание дороги. К слову, ежедневно здесь проезжают около 3000 автомобилей и 1000 из них больше грузов. Эти деньги будут также предусмотрены на оплату налогов 10%, 23% на содержание самих пунктов взимодоплаты и арок. 31% на содержание техники и обновление парка техники. 36% это будет уходить на само содержание дороги. Это должно повысить качество содержания, а также увеличить нормативное количество техники на данном участке. Больше 15,5 миллионов тенге на реконструкцию одного из пешеходных мостов собирались выделить власти города Ридера на востоке Казахстана. Только вот деньги в бюджете на это все не появлялись. Жители микрорайона решили не ждать. Чтобы обеспечить безопасный переход через реку и сократить путь к домам, они самостоятельно взялись за ремонт. Подробности у Анели Сенбердиной. Ридер по праву можно назвать не только городом металлургов, но и рек. Их тут больше десяти. Кроме крупных, ульбы и убы не самые глубокие и широкие. Громотуха, Быструха, Журавлиха, Филипповка и другие. В итоге в населенном пункте 32 моста. Большинство из них пешеходные. Но без них никуда делятся местные жители. Ежедневно они попадают домой через переход над рекой Хариузовкой. Ремонт здесь сделали в прошлом году. До этого был он деревянный, там ужасно ходить. И путь сокращается раза в четыре, наверное. Это очень нужный мост. Он тут единственный в округе, не считая трассы самой. А вот жителям района Доса повезло меньше. Их мост давно нуждался в реконструкции. И ходить по нему было просто опасно. Хотя смельчаки все же находились. Причем в основном дети. Если у нас батька проходил, так это он лазил по перилам. И дочка тоже лазил по перилам. А я нет. Потому что я боялась. Я уже не в том возрасте. После многочисленных жалоб специалисты составили смету, подали заявку в бюджет. Но средства не находились всю весну и лето. Тогда в сентябре дело в свои руки взял местный житель Владимир Хан. Тем более, что с похожей ситуацией он уже сталкивался. Он, наверное, третий раз все ремонтирует. Да? Ну, потому что доход, когда пойдет, она сносит его. Вместе с соседями мужчины справились за неделю. Поставили мост на опоры, укрепили основание, сварили перемычки и положили доски. Мост сделал, потому что он был поломанный. Потому что ходит много людей сюда. Здесь ходят дети в школу. Начали ходить тут, ходить, заходить. Ходят на работу люди. Ну, соседи помогали. Кто деньгами, кто что там. Вот этот сосед Виталий тоже помог. Он привез доски, установил сам доски. Зато теперь с переходом через речку сложностей нет ни у кого. Он сломанный был, вот попереду уходил, но он терможен с велосипедом даже ходить. Что ты скажешь, дяденьке, который сделал мостик? Спасибо. В итоге местные власти нашли деньги на ремонт только сейчас. Но он уже не требуется. В отделе ЖКХ намерены сосредоточиться на других объектах. В 2024 году у нас проведена работа по строительству моста через реку Филипп. Филиппка в районе Досав. Также в текущем году проведена работа по реконструкции второго моста через реку Ульба. И также завершена работа по текущему ремонту моста в селе Коноваловка. На 2024 год запланирована реконструкция моста через реку Караматуха. Всего жители района сэкономили бюджету больше 15,5 миллионов тенге. Эти средства теперь направят на другие проекты. Анна Лисенбергина, Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. Казахстанская область. Строение планируют на 72 гектарах земли. Здесь было снесено по строительству школы 46 индивидуальных жилых домов. Общая стоимость оценки составила 1,360 миллионов тенге. Здесь будут бюджетные объекты. То, что было сказано, Конгресс-холл будет у нас построенный стадион. Будет построена поликлиника на 300 мест. Запланирована станция скорой медицинской помощи. Остальное это все будет многоквартирное жилое строительство. Инвесторы будут сами выкупать. И сейчас они уже это делают и застряются здесь. Выпускники казахстанских вузов могут устроиться на государственную службу без конкурса. С начала года такой возможностью воспользовались 60 человек. Как стать госслужащим и что для этого нужно, узнавал Алишер Ашимов. 22-летняя Гульжамиля Тулигенова, выпускница агротехнического университета имени Сакена Сейфулина. Закончила его с отличием. По специальности архитектор. Над вопросом трудоустройства девушка долго не раздумывала. Решила пойти на госслужбу. Работа сложная, но в целом интересная, признается Гульжамиля. Работаю в отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства Шуртандинского района главным специалистом. Это для меня очень большой опыт. В будущем, думаю, очень понадобится. Сегодня в Казахстане на государственную службу устроились 56 ребят. И это только лучшие выпускники вузов. В этом году им предоставили возможность поступить на нее без конкурсного отбора. На государственную службу может поступить молодежь, у которой хорошая успеваемость, то есть GPA не ниже 3,33. Им представляется возможность работать в районах и селах. Мы проводим разъяснительную работу со студентами, рассказываем им о преимуществах госслужбы, приглашаем их на практику. Трудоустроиться на госслужбу без конкурса выпускники отечественных вузов могут благодаря внесенным изменениям в соответствующий закон, отмечают специалисты. Главное быть заинтересованным и иметь хороший GPA. На сегодня таковых 19 тысяч выпускников. Аля Шарашимов, Жандос Бетабаров, Хабар, 24. В Казалардинской области стартовал прием заявок на конкурс «ЖАЗ-Проджект». Он направлен на поддержку молодежных инициатив. Участники молодые казалардинцы в возрасте от 18 до 35 лет. При этом в приоритете конкурсанты из уязвимых групп и отдаленных сел. Проект в регионе реализуют во второй раз. В этом году гранты до миллиона тенге получат 14 человек. Конкурсный отбор пройдет в три этапа. Прием заявок, обучение навыкам предпринимательства, продвижение и реализация идей. Главная цель, говорят организаторы, вовлечь молодежь категории НИД в социально-экономическую жизнь и продуктивную занятость. Критерии для участников – это возраст заявителей и статус временно неустроенного. Конкурсанты должны представить полезные для общества социальные проекты. Это могут быть проекты для улучшения экологии, развития образования, культуры и спорта и так далее. Все заявки, прошедшие технический отбор, будут рассмотрены членами конкурсной комиссии. Ожидаем порядка двух-трех тысяч заявок. Сегодня Всемирный день почты. Трудно представить жизнь без этой службы. Ведь в каждом уголке любой страны ждут письма, посылки, бандероли. Только в Алматы в этом году было отправлено и принято почти 4 миллиона письменной корреспонденции посылок. В сравнении с прошлым годом это на 20% больше. И большая заслуга в этом почтальонов, которые в любую погоду спешат к адресатам с долгожданной вестью. Среди них Курлан Калышбекова. Она служит своему делу уже почти 40 лет. Рабочее утро Курлан Калышбековой начинается в 8.30. Почтальонская сумка заполняется быстро. Все 10 килограммов корреспонденции легко умещаются в ней. Курлан перекидывает ее через плечо, включает шагомер и в путь. За 7 часов в день успевает сделать 20 тысяч шагов. На моем участке находится 40 физических домов многотяжных и 160 организаций юридических. И частные домов, 91 домов мы обслуживаю, я обслуживаю. Тысячи адресатов у меня. Курлан Калышбекова впервые переступила порог почтового отделения в 19 лет. Ее сразу предупредили. Работа трудная, сумка тяжелая, ходить придется много и пешком. Не испугалась, осталась. И вот почти за 40 лет она прошагала 56 тысяч километров. Она очень с душой относится к своим обязанностям. И она один из лучших наших почтальонов. И работа почтальона очень трудна. Очень трудна. Сложности попасть в подъезд, допустим, везде кодовые замки. И вот почтальону приходится как бы проходить вот эти вот трудности, попадать в подъезд, чтобы вручить заказное письмо именно тому клиенту, которому оно адресовано. Сейчас электронный век, и, казалось бы, писем и газет должно быть меньше, говорит Курлан. Но это не так. Люди продолжают писать и читать, особенно алматинцы. Только в этом году читателям мегаполиса было доставлено 950 тысяч журналов и газет. А к концу года этот показатель увеличится до полутора миллионов экземпляров, рассказывает заместитель директора алматинского почтанта Надежда Забурина. У нас даже имеются такие объемы, что почтальон 10 килограмм берет в сумке с собой, а остальные подвозятся машиной к опорному ящику на тот момент, где она разнесет то, что взяла с сумки, и далее забирает из опорного ящика и следует дальше по маршруту. То есть объемы как бы не уменьшились в связи с интернетом и всем прочим. В Алматы 236 доставочных участков и столько же почтальонов обслуживают их. В основном это представители старшего поколения. Почти каждого из них жители знают в лицо и ждут всегда. Потому что как бы почтальонам ни было трудно, они всегда приходят к своим адресатам с доброй улыбкой и обязательно найдут минутку-другую, чтобы справиться о делах и здоровье. Алмау Розбаева, Карл Гашмина Якова, Радик Джакупов, Хабар, 24, Алматы. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.